привет друзья как обещал в одном из прошлых выпусков сегодня мы протестируем видеокарту amd rx 5700 вне референсном исполнении сапфир пульс с двумя вентиляторами и сегодня будет несколько экспериментов плюс мы будем делать то о чем вы просили нас комментариях под вот видео где я сделал анонс сегодняшнего выпуска начнем мы с тестирования rx 5700 против артеx 2060 супер я щас проверил цены по москве и так вот получается что самые доступные варианты rx 5700 ну конечно с турбины его типа вот этого они стоят все же дешевле чем самые доступные варианты артеx 2060 супер но посмотрим что поменялось с момента нашего прошлого теста ведь обновились игры вышли новые игры обновились версии драйверов стала ли какая-то из видеокарт работать лучше во второй половине видео будет небольшой эксперимент и я сразу хотел сказать что никому не посоветую покупать в один компьютер две видеокарты md rx 5700 потому что md более не поддерживает технологии crossfire и единственный способ заставить две вот таких видеокарты работать в одной игре это через технологию m gpu если разработчик игры сам сознательно добавил эту поддержку но это посмотрим в тех играх которые актуальны которые md пью поддерживают что будет если две видеокарты работает и как себя будут вести игры которые md пью не поддерживают ну а начнем мы с того о чем было больше всего пожалуй просьба в комментариях под видео с анонсом это с теста температур на чипах видеопамяти на ней референс на исполнение rx 5700 правильную информацию сообщает мониторинг windows то есть аида проверим через термопару и вообще до каких температур греются видеочипы под нагрузкой 10 минут стресс нагрузки фермарк и термопара мультиметра регистрирует 69 градусов максимум на край одного из верхних модулей памяти системный мониторинг при этом отчитывается температуре памяти до 84 градусов со встроенных температурных датчиков я решил снять верхнюю крышку видеокарты и дополнительно измерить температуру пирометром с текстолита с обратной стороны от мест установки модулей памяти также после 10 минут нагрузки чуть больше 64 градусов это максимум диапазон рабочей температуры по спецификации микрон для gddr6 до 95 градусов так что зарегистрированными температура не является опасной двигаемся дальше уровень шума под легкой нагрузкой видеокарту практически не слышно если выставить вентиляторы на сто процентов уровень шума вблизи от корпуса со снятой крышкой держится в районе чуть меньше 60 децибел если же разогнать на сто процентов центробежный вентилятор референс на варианты 5700 с турбиной то уровень шума будет все же выше программа регистрирует примерно плюс 2 децибела так как децибелы это величина логарифмическая то разницу между значениями 60 и 62 децибела нельзя назвать незначительной и ее слышно но вряд ли я сейчас кого-то удивил тем фактом что версии видеокарт с турбинами более шумные чем аналоги с двумя-тремя вентиляторами ну и раз уж я уже начал разбирать видеокарту не буду останавливаться с обратной стороны зоны vrm обнаружилась термопрокладка к бэкплейту и на этой же стороне хорошо известный шестифазный шим-контроллер который управляет питанием гпу это air 35217 но все самое интересное конечно на лицевой стороне видеокарты питание и память имеет свои термопрокладки гпу питается семью фазами рассчитанными по ток до 60 ампер здесь используется микросхема с айси 620 и а вот для питания памяти используется с айси 632 и такие схемы рассчитан на ток до 50 ампер питанием память управлять шим-контроллер ncp 81022 модули памяти кстати микроновские но самое примечательное то что в линейке пульс схема питания у карты 5700 обычной нести полностью идентична схеме питания 5700 иксти отличается кажется только гпу а все остальное одинаковое но она нам и на руку и еще до начала игровых тестов я бы хотел обратить ваше внимание на то что мы сначала прогоняем игры с включенным afterburner да вот многие спрашивают чем мы выводим показатели производительности в играх на экраны и прочие данные эта программка м с afterburner так вот мы сначала прогоняем тесты сама с afterburner без записи геймплея и только после этого мы запускаем запись геймплея таким образом когда мы захватываем геймплей сам факт захвата геймплея он не оказывает никакого влияния на данные которые мы впоследствии выводим в графике и геймплей захватывается больше для того что вы смогли посмотреть на температуры на частоты ну и конечно чтобы было чем проиллюстрировать видео но еще раз захват геймплея никак не оказывает влияние на данные в графиках для сравнения производительности в играх смотрите на данные в графиках что касается геймплея то поскольку мы сравниваем Radeon и GeForce, и у них разные методы, то на GeForce практически не оказывает никакого влияния захват геймплея на производительность в играх, в то время как на Radeon во время захвата игры могут случаться значительные просадки по FPS. Ну, сейчас сами увидите, когда я буду показывать геймплей. Итак, первая игра, новинка, Gears 5. Ультра текстуры установлены, настройки Ultra, разрешение Full HD, в этом и последующих тестах. Radeon выдает 95 кадров в среднем, в то время как GeForce отстает всего на 1 FPS, 94. Посмотрим, что поменяется после разгона. На Radeon я смог выжать еще пару FPS, а вот на GeForce солидные плюс 8 FPS, итого 102. Но что, если использовать старый AMD-шный лайфхак и накатить на 5700 BIOS от 5700 XT? Есть риск сделать из видеокарты кирпичик, безусловно, но все же я рискнул. Сначала скачал утилиту ATI Flash, потом забэкапил старый BIOS, затем скачал новый BIOS и запрограммировал на карту новый BIOS. Программа потребовала перезагрузки компьютера, и после перезагрузки карта запустилась как 5700 XT. От перепрошивки кристалл, конечно, не получил разблокировки XT-шных 40 вычислительных блоков. 36 блоков как были, так и остались, но лимиты по частоте и питанию выросли, и теперь карта легко берет более 2 ГГц в играх. Кстати, да, сразу скажу, что любой ручной разгон или андервольтинг в моем случае работали хуже, чем использование инструмента автоматический разгон в драйверах AMD, как бы я не крутил кривые. Если не использовать автоматический разгон, то после перепрошивки BIOS и 5700, это еще одно наблюдение, будет работать даже медленнее, чем она же до перепрошивки в стоке. Так что еще раз, перешиваемся мы, чтобы карта могла потреблять больше энергии и, конечно, больше греться, но при этом была способна держать и более высокие частоты. И вот теперь Radeon обходит даже разогнанный GeForce 2060 Super. 110 FPS в среднем. Вторая игра на сегодня, Borderlands 3. Сначала я сравнил DirectX 12 и DirectX 11 в этой игре. На 12-м директе Radeon выдал в стоке 72 FPS в среднем, а на 11-м 79. Очевидно, что на 11-м директе игра работает не только стабильнее, о чем пишут и сами разработчики, но и быстрее. На нем и будем тестировать эту игру. С авторазгоном Radeon выдал 81 FPS в среднем, а с BIOS от 5700 XT 91. RTX в дает в стоке 82 FPS и после разгона 88 FPS. В прошлый тест мы не брали Asha of Singularity, так как это не очень новая игра, но позже она нам пригодится в тесте с двумя Radeon 5700, поэтому сегодня будет и она. Да и встроенный бенчмарк здесь неплохой. Пресет GPU-focused. Настройки Crazy. На Radeon без разгона 59 FPS в среднем. На GeForce 57. Добавляем на Radeon саморазгон и получаем 60 FPS. Ну а если перепрошить BIOS от 5700 XT и также сделать авторазгон, то будет 65 FPS. На GeForce 57 FPS в среднем, а с саморазгоном 63 FPS. Следующая игра. Метро Исход. Бенчмарк. Ультра настройки. Напомню, что у нас поменялась методика и мы теперь прогоняем бенчмарк только до оленя, так как дальше идет фриз. Итак, на Radeon без разгона 65 FPS в среднем, а на GeForce 62. Разгон добавляет GeForce 4 FPS, а Radeon у саморазгон 3 FPS. Но когда я увидел результаты Radeon после перепрошивки BIOS, честно говоря, даже не поверил своим глазам. И пришлось несколько раз перепроверять этот тест. Но нет, все верно. В этой конкретной игре прирост колоссальный. Плюс 11 FPS. Итого 76 FPS в среднем. Ну и ваша любимая ларка. Сегодня без всяких Shadow of the Tomb Raider. Просто ларка. Этот тест я добавил скорее для сравнения с прошлым тестом. И в тех же целях после него покажу результаты 3DMark. Ранее в этой локации мы на обеих видеокартах получали 89 FPS в среднем. Сейчас же и на Radeon и на GeForce FPS подрос до 91 FPS. То есть плюс 2 FPS. Если же установить BIOS от 5700XT на Radeon, то фреймрейт будет уже 101 FPS. А результат 2060 Super в разгоне 97 FPS. Ну а теперь давайте посмотрим на результаты в 3DMark. Fire Strike Ultra на всех видеокартах немного потянулась производительность момента нашего прошлого теста. Но победа, как и прежде, за красными. А вот Time Spy Extreme выигрывает GeForce и обходит он даже 5700 с BIOS от XT. Но и в этом тесте можно оценить прирост производительности от замены BIOS. Думаю, что тестов в играх и бенчмарках на сегодня для оценки и сравнения производительности достаточно. Ведь по факту, насколько быстро работают эти видеокарты, вы и так уже знаете из прошлых наших видео. Зато сегодня мы смогли посмотреть новые игры. И еще. Я не забыл проверить, есть ли вылеты в тундре на 5700. Я сыграл 3 боя подряд, игра не вылетала и проблем не было. Однако, когда впоследствии я попытался осмотреть материал, то понял, что программный метод записи Radeon Relife просто не отработал. И у меня несколько файлов со звуком, но без изображения. А я старался для вас, нагибал как мог. Возвращаясь к теме вылетов. Вылеты были, но в другой игре, в Gears 5. Впрочем, это касается и GeForce. Вторая проблемная игра — это контроль. Падает и падает. Постоянно. В контроле бенчмарка нет, поэтому нет абсолютной повторяемости теста. Но я все же немного поиграл в нее и на 5700, и на 2060 Super. И, по моим наблюдениям, FPS держится на обеих видеокартах на очень близком уровне. И в обоих случаях в среднем это больше 60 FPS, на ультрах, Full HD. Но фрезы бесят. Ну что ж, последний эксперимент на сегодня. И будем переходить уже к выводам. Две видеокарты 5700. В большинстве игр и приложений мониторинг показывает загрузку 0% для второй видеокарты, если установить сразу две одинаковых, то есть вот карточки. То же касается Adobe Premiere, что со встроенным кодировщиком, что с вакодером и с разными настройками. Грузится только одна видеокарта. Рендер не ускоряется. Игра. Wolfenstein Youngblood. Эта игра поддерживает МГПУ и пытается распределить нагрузку сразу на две видеокарты. И это видно по мониторингу. Но результат не прирост FPS, а его падение. Я специально перепроверил этот тест несколько раз, драйвер переставлял. Но при установке второй видеокарты FPS действительно значительно проседает. В любом случае. Единственный положительный пример, где от установки второй видеокарты польза была, это Hs of Singularity. И данная игра выдала на двух ГПУ аж 96 FPS в среднем. Это против 65 на 5700 с биосом от XT. Из актуальных игр, которые я проверил, увы, более ничего не смогло так же эффективно задействовать вторую видеокарту. Точнее вообще никак. С пользой для дела. Я пробовал мультиплеер Battlefield 5 и какие-то игры, которые имеют заявленную поддержку Crossfire. Если игра поддерживает Crossfire, это ни в коей мере не значит, что она может хоть как-то поддерживать МГПУ. Вообще на сегодня поддержка МГПУ это в полной мере забота разработчика игры. И пока фича не будет добавляться нажатием одной кнопки во всех популярных движках, ничего не поменяется. В тех же случаях, когда разработчикам ничего не стоит добавить поддержку МГПУ и движок такую возможность дает, они могут просто не пожелать тестировать дополнительные конфигурации с несколькими видеокартами, если такая задача не стоит специально. Так что при решении, сколько видеокарт ставить в компьютер, как и раньше, я рекомендовал бы ставить одну более мощную видеокарту, а не две послабее. В случае с современными видеокартами AMD, от двух видеокарт в играх и многих рабочих задачах, сегодня вообще нет никакой пользы. В случае с Nvidia, да, есть SLI через NVLink, и где-то он может дать неплохой прирост производительности. Но если учесть все факторы, включая покупку более мощного блока питания, более просторного корпуса, даже самого мостика NVLink, выгоду тут мне как-то не получается увидеть. И как по мне, гораздо эффективнее будет продать имеющуюся видеокарту, если она у вас уже есть, и купить более мощную, использовав деньги, отложенные на вторую видеокарту и деньги, вырученные от продажи первой. Что же касается сомневающихся, которые находятся в процессе выбора и никак не могут решить, что же брать, 5700 или 2060 Super? Мое мнение таково. Если уровень шума от охлаждения с центробежным вентилятором, то есть с турбиной, у вас не вызывает вопросов, конечно, брать надо 5700. Варианты таких карт с турбиной стоят значительно дешевле на сегодня, чем самые доступные варианты 2060 Super, и обеспечивают они близкую производительность. Однако я бы не стал ставить BIOS от 5700 XT на вариант с турбиной. Максимум, что я сделал бы, это андервольтинг видеокарты, что дало бы мне дополнительную пару процентов производительности в играх и рабочих задачах. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что заменой BIOS мы расширяем частотные ограничения и ограничения по питанию, но система охлаждения от этого лучше не становится, а современные видеокарты AMD динамически подстраивают свою производительность, ориентируясь в том числе и на то, как работает система охлаждения. Турбины будут выйти, а производительность может быть и не такой высокой, как вам хотелось бы. И под замену BIOS мы приходим к вариантам с двумя-тремя вентиляторами, типа вот этого пульса. Но и они на сегодня стоят нередко даже дороже, чем самые дешевые варианты 2060 Super с парой вентиляторов. Безусловно, после замены BIOS 5700 способны безоговорочно победить 2060 Super по производительности в широком спектре программ игр, но ценой за это будет необходимость потратить время и рискнуть железом, а также больше энергопотребления, нагрузка на блок питания, уровень шума и тепловыделения, причем без гарантии стабильной работы карточки в дальнейшем. 2060 Super, в свою очередь, разгоняется всего двумя ползунками в Afterburner без плясок с BIOS. Она потребляет меньше энергии, у нее ниже требования блок питания, у нее есть поддержка лучей и тензорные ядра, нужны они вам или нет в играх и рабочих приложениях, но все же эти технологии в карточке есть. Плюс некоторые рабочие задачи пока еще лучше решаются на CUDA, а не на OpenCL. Хотя в целом OpenCL на сегодня уже достаточно хорошо поддерживается, так что речь скорее об отдельных случаях. Но и не будем забывать, что видеообработка через NBank отъедает меньше ресурсов КПУ и меньше FPS в сравнении с AMD Relive. Итого у Super набирается свой набор плюсов, который может и перевесить, если цена за две карты уравнивается. И при равной цене себе лично я приобрел бы, наверное, все-таки 2060 Super, а не 5700. Как-то так. Если видео понравилось и вы хотите поддержать наш канал, вы можете перейти по ссылкам ситилинка в описании под видео. Даже просто перейдя по ним, вы уже очень сильно нам поможете. Ну, а может быть, присмотрите что-то из себя. И на этом на сегодня, пожалуй, все. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok